Глядя на нынешнее нарядное здание, трудно представить, что школе этой стукнуло 150. Решение о ее строительстве уездный училищный совет принимал в 1866 году, полтора века назад. Путь от земской школы до современного образовательного учреждения был непрост, но сегодня достижения Савинской школы подтверждают, что он пройден успешно. На торжественной линейке прозвучали поздравления от министра образования Московской области. Торжественный адрес от главы района Андрея Иванова юбиляром передала начальник управления образования Ольга Ляпистова. Примите искренние поздравления со знаменательной датой 150-летием со дня основания Савинской средней общеобразовательной школы. Ваша школа уникальна своим долголетием. На протяжении полутора веков она живет и развивается в унисон с историей нашей страны. На линейке не забыли и о бывших руководителях школы, ветеранах системы образования и именитых выпускниках, среди которых, например, легендарная телеведущая Анна Шатилова. За 150 лет в Савинской школе получили образование более 5000 ребят. Успех любой школы – это всегда сотворчество и тех, кто учится, и тех, кто учит. Коллектив единомышленников. Ну, охарактеризовать его можно двумя словами. Это семья. Семья педагогов. Порой приезжаешь сюда к вечеру, а они здесь. Приезжаешь рано мудро, а они уже здесь. Особенно, когда готовят что-то, какие-то мероприятия. Особенно, когда готовят школу к первому сентября. Когда готовятся к экзаменам. Они, наверное, переживают больше, чем вы, выпускники. Поздравить Савинскую школу с юбилеем пришли люди, которые внесли большой вклад в ее развитие. Например, Людмила Гурина и экс-начальник управления образования Гильда Бот. Присутствие таких людей само по себе может украсить любое школьное торжество. Желаю всем творческих успехов, любви, здоровья, счастья. Ну, а детям, конечно, хорошей учебы. Любовь Яковлевна заслуженно отметила хорошую работу молодых учителей, тех, кому предстоит развивать школу в будущем, сохраняя и сочетая богатые педагогические традиции с новинками современного образования. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.